Резонансное ДТП произошло в Воротынском районе Нижегородской области. Водитель Ниссана, уснув за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Газон-Некст». В результате ДТП скончались 6 человек из Ниссана, в том числе 3 ребенка. Водитель «Газона» за медицинской помощью не обращался. Страшная трагедия произошла из-за того, что водитель не рассчитал свои силы во время длительного переезда. Часто виной трагических случаев на трассах становится утомляемость водителя. Здесь один совет – распределять свое время на хождение за рулем. И как некоторые едут, ставят себе задачу в течение суток, полутора суток добраться до моря. Так делать нельзя. То есть время на хождение за рулем должно быть распределено. То есть время на прием пищи, время на отдых. Делать остановки необходимо каждые 4-5 часов. Если за рулем вы чувствуете сонливость, глаза закрываются, то лучше остановите автомобиль и поспите. Многие водители выезжают в путешествие ночью, рассчитывая на пустые трассы. Но важно не забывать, что если вы всю ночь проведете в дороге, то сонливость может накрыть ближе к утру. Достаточно на 1-2 секунды прикрыть глаза, как уже последствия этого могут быть необратимыми. Основными из показателей данных дорожно-транспортных происшествий является, как еще раз говорю, сон за рулем водителей. Потом несоблюдение скоростного режима и выезд на полу встречного движения. То есть особенно в тех регионах, где Краснодарский край, Сочи, там дорожный рельеф своеобразный. То есть большое количество есть спусков, подъемов и затяжные повороты. Сотрудники ГИБДД призывают водителей не переоценивать свои силы. Если вы отправляетесь в дальнюю поездку, то хорошенько выспитесь и отдохните. Не забывайте об отдыхе и в пути. Хорошо, если у вас будет сменный водитель. Запомните, что выигранные 2-3 часа в пути не стоят того, чтобы рисковать жизнью и здоровьем своим и близких. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.